Я приехала в Североморске, на тот момент я работала в Североморске на выходные, мне позвонила жена моего брата и сказала, что у них там какие-то бытовые ссоры, надо найти какого-то специалиста, чтобы как-то помочь ему. Так как у нас невропатолога не было, значит, был психиатр, нарколог. Я пошла, так как я там раньше работала, давно уже, я пошла к Попову, говорю, есть ли какое-нибудь направление, к терапевту мы подходили, значит, терапевт сказал, нет направления в больницу, чтобы полежать, полечиться. И получается, что Попов сказал, что да, можно поехать в Мурманск, лечь в больницу на 10 дней, там будут витаминчики ему, вот по сердцу ему положено там какие-то капельницы. И там проводят беседы, общается доктор и как-то может ему помочь. Вот, все. Мы с ним предварительно договорились, больше он мне ничего не говорил. И все, я позвонила Слайку, говорю, поедешь в больницу? Он говорит, поеду. Мы пришли к ним, с ним к Попову, он написал направление, выдал, сели в машину и поехали. Все, это первый вопрос. А второй вопрос, значит, по дороге мы ехали, но нестагм глаз, это горизонтальное отклонение глаза влево или вправо, соответственно, нестагм может быть левосторонний или правосторонний. То есть, глаза ходят в разные стороны, такого не было. И тремор рук, он может быть вызван как физиологическим, так и наследственными заболеваниями. Поэтому, то есть, при страхе, при испуге, каких-то неврологических отклонений, постепкандроз, например, позвоночника. То есть, это уже доктор на основании своих клинических исследований забора крови или каких-то КТМРТ исследований уже устанавливает диагноз тремор рук официально. Поэтому, а в дороге он ел орешки, но я не заметила, хотя я сзади сидела, как бы у него руки не тряслись. То есть, это отклонение рук от нормального физиологического состояния. Дрожь эта проходит, если она постоянно бы наблюдалась, я бы это заметила, а она не наблюдалась постоянно. То есть, во время еды орешек я не заметила, что у него руки тряслись. Все, как бы. Есть еще какие-то вопросы? Нет, вот я поэтому спрашиваю, что... А, в детстве он еще переболел гепатитом у нас. Мы в отпуске ездили в Анапу, но я не помню, какой возраст. У него поэтому печеночная проба завышена. Он мне просто показывал эпикриз с больницы, что там завышена норма ЛТС-Т. Но так как он болел гепатитом в детстве, поэтому у него нормы могут быть так же завышены, как и при духовном заболевании. По поводу, вот я же говорю, что откуда взялись, меч не забыл, кто сказал, или где может там что-то лучше. Да, но он сказал мне, доктор, что он может поехать только туда при одном условии, если, например, он месяц не пил месяц. Например, то есть при показаниях, что он принимал алкоголь. Я говорю, ну месяц он не пил, но если надо, говорю, напишите. Ну, то есть, если нужно написать, то напишите. Ну, а как туда попасть? Больше же никак. Вот. А в других случаях, как бы, ну, у него, конечно, этого не наблюдалось, потому что он ходил на работу, они проходят рапопортом до и после алкометрии проходят. Насколько я знаю, он водитель. Вот. И какой-то выходной, ну, вот, как жена говорила, там, в субботу выпил, там, или еще в какую-то субботу с друзьями посидел. То есть у него на следующий день он уже выходил на работу, у него есть дежурства, какие, как они называются, они внеплановые. Вызывают его на работу, там, какие-то ситуации на руднике возникают, его в любой момент могут вызвать на работу. Поэтому, ну, я как бы не замечала, я его всегда встречала в нормальном состоянии по телефону, он тоже со мной хорошо говорил. У нас рядом дача, мы общались, как бы, ну, я ничего такого не замечала. Вот. Ну, вот так вот, да, мне пришлось сказать психиатру, что у тебя месячный запой, потому что он направление, в другом случае, не давал бесплатного. Так, и еще. Знакомились ли с направлением, нет? А, нет, я направление не читала, мы взяли, поехали, потому что мне надо было к 8.30 на работу, мы выехали рано, в 6 часов. Поэтому мы накануне, когда взяли направление, мы его даже не смотрели, мы в папку положили, ничего не прочитали. Ну, вот тут, конечно, надо было прочитать, я согласна, что допустили оплошность. Потому что направление я прочитала только вот сейчас, когда пришло, уже мне Слава показывал, что там ему уже заболевание написали, диагноз установленный. Вот. Ну, как-то так. Есть еще вопросы? У меня нет вопросов. Какого вопроса? Да, имеется, уважаемый суд. Скажите, пожалуйста, а с чем он выполнялся на прохожение лечения в лакеща? Ну, у него из-за работы он очень нервничал, вот, и с женой они вот не сходили с каких-то вопросов, я уже не знаю, каких именно, вот, она мне позвонила, сказала, я уже не могу, вот, он мне одно, я другое, ну, вот на такое, а невропатолога же нету в Ревде, поэтому... А почему такое направление-то вы попросили, наркологическое диспансное, почему не к терапевту в Мурманск, почему не на обследование? А к терапевту не попасть, у меня же ходила к терапевту, там сказали, я же приехала на три дня выходных, пятница, суббота, воскресенье, то есть у меня времени ходить по врачам не было, вот, поэтому я в пятницу вот пришла в регистратор, мне сказали, вот, к терапевту талончики уже раздали, приходите на следующей неделе, мы к терапевту и не могли, Я имею в виду не терапевту в Ревде или в Лавозере, а почему не получили направление в больницу, клиническую, какое-то другое, почему именно наркологический диспансер так? Ну, потому что... Не знаю... Просто так наркологический диспансер, люди не ездят... Ну да, да, я согласна. Почему, почему, я уже рассказываю про заболевания гепатит, начистосердечные какие-то, да, заболевания, почему не кардиологу, почему еще, почему иноркологический диспансер, скажите мне. Вы как, тем более, человек, который пояснил, что медицинское вызывание. Ну, я и говорю, потому что вот в какой-то выходной он с друзьями сидел, наверное, и жена говорит, он после этого пришел, когда проснулся уже в выходной день, он был агрессивный, и поэтому я говорю, ну, может быть, просто голова болит или еще что-то, она говорит, мне это состояние не нравится, все, и... То есть, если я вас правильно понимаю, поправьте меня, если я правильно, то есть вы предполагаете, что необходимость в направлении на экологический диспансер была вызвана тем, что он употреблял такой или нет, или с чем-то... Он его не употреблял, просто... Вы сами сейчас сказали, что сидел с друзьями, потому что ты делаешь. Ну, нет, он не все время же сидел, вот какой-то выходной он сидел с друзьями, и после этого жена заметила, что он как-то себя ведет агрессивно. Ваш есть муж? Да. Он, извините, ради бога, речь там просто... Он употребляет спиртное? Нет. Он переполел ковидом, и после этого он употреблял. Он до ковида, он человек, видно, не молодой. Это ковида. Он до ковида, он употреблял, да. Вероятно, после употребления алкоголя вы были крайне озабочены, да, его состояние? Да. Просто и настаивали на том, что ваш супруг обязательно посетил нарколог? Настаивала. Настаивала. Ну, все правильно. Своему супругу, да. То есть после... Ну, я сказала, что это выход из ситуации. Если ты заметила какие-то уже признаки, то лучше поехать, и врачи уже установят диагноз. То есть супруга вашего брата заметила некие признаки, которые ее озаботили с тем, чтобы... Ну, правильно. Да, она очень активная женщина. Она хотела, чтобы он проснулся уже после праздника, и что-то делала, работала. Он, наверное, отказался, я так подозреваю. И вот, соответственно, ну, не сошлись с характерами. Ну, еще вопрос. Значит, а вам вообще известно, ваш брат употребляет алкоголь в тот период, когда... Ну, вот я говорю, я его... Когда я приезжала в течение вот двух лет в Североморске, я ни разу его не видела в пьяном состоянии. То есть по телефону он со мной разговаривал адекватно. И, ну, внешний вид аккуратный. Ну, я не скажу, что... Я его ни разу не видела в алкогольном определении. Еще вопрос. Почему вы... Он все время за рулем на машине. Почему именно вы занимались вопросом получения направления? А потому что я работала в поликлинике, и у меня был доступ к врачам. Я могла зайти в кабинет, поговорить с доктором. Как с терапевтом, как и с наркологом. Ну... А Лакич сам присутствовал при этом? Нет, у меня был разговор сначала тет-а-тет с врачом. А последующий Лакич еще ходил к наркологу? Нет, он не ходил. Он только... Он сказал, что доктор, что нужно прийти за направлением. Он лично должен сам прийти за направлением. Ну, он не ходил за направлением? Вашим присутствием? Да, но доктор никаких наводящих вопросов ему не задавал. Он напечатал на компьютере и выдал листочек. А у доктора не возникло вопросов? Вы ему доктору поясняли вообще, с чем вот необходимое лечение? Нет, я ничего не объясняла. Он мне просто сказал, если хотите бесплатно лечиться... От чего лечиться? Он спрашивал, от чем? Да, да. От алкоголя. От алкоголя. То есть от алкоголя. То есть он присняли, что это лечение алкоголя? Я говорю, ну да, вот был праздник, и он после праздника вот как-то ведет себя странно, жена сказала. Соответственно, нарколог поймал, из чем вы обратили? Ну да. Он говорит, ну чтобы он поехал, нужно написать месячный запой. Я говорю, ну он месячный пьет, ну уже если нужно написать, напишите. Ну, я не знаю, я его ни разу не видела в таком состоянии. Ну и даже когда мы с ним встречались, он был в нормальном состоянии. То есть за рулем, на машине, на дачу, с дачи. Расскажите, вам что-то известно о том, как приходило лечение в алкоголической дистанции вашего рода? Да, он мне звонил по телефону, спрашивал, можно ли продукты передать. Говорил, что доктор какой-то ушел в отпуск, какой-то пришел, то есть замена докторов была. Вот, сказал, что здесь люди лежат в очень плохом состоянии, вот я не понимаю, что я здесь делаю. Ну то есть несколько раз мне такие вопросы задавал. А то лечение, которое он пришел на пауза, вам это помогло, оно ему, либо усугубило, наоборот, создавало состояние? Не знаю, он какой вот туда приехал, такой и вышел. Я вот не заметила сказать, я не знаю, какое лечение проводилось, поэтому... Расскажите, в дальнейшем, после покажения лечения, с округа, может быть, ваш брат опять к вам обращался? Нет, ничего не обращалась, все хорошо. То есть, получается, вы лечили? Не знаю. Ну я же уезжаю, у меня ребенок учится в Севастополе несовершеннолетний, я с ним уезжаю в Севастополь. Я не все время нахожусь в ревде. Но на тот момент, когда мы встречаемся, ну как бы все нормально, адекватно общаемся, да. Ну на даче строить теплицу, в гаражах делать машину, то есть, ну постоянно, в активном отдыхе. Все, спасибо. Простите, секундочку, секундочку, пожалуйста. Я не хочу понять суть ваших, ну, показаний. Вы, с одной стороны, говорите, что вы были вынуждены приехать с тем, что, значит, не попасть к каким-то врачам. Дальше в ходе своей беседы вы говорите о том, что вы специально приехали, потому что у вас есть доступ ко всем врачам. Вот в этой связи не очень понятно. Если у вас есть доступ ко всем врачам, почему вы выбрали именно нарколога? С целью, так сказать, оказания некой помощи своего рода, а не другого специалиста. Вот насколько я понимаю, это был вызванный затянувшийся праздник, как вы мягко назвали. Нет, праздник был в один день выходной. Но если у людей праздник в один день выходной, то это мало кого заботится. Человек на следующий день идет на работу. Ваши, как бы по вашим словам, супруга вашего брата обратилась к вам, именно с оказанием помощи по поводу затянувшегося праздника. Нет, я не сказала, что праздник затянулся. Плохого самочувствия после праздника? Да, плохого самочувствия. Вот при всем выборе врачей, как вы сказали, у которых у вас есть доступ к медицинской работе, вы обращаетесь, вы не так... Ну правильно, у него было плохое состояние, я порекомендовала, что там могут снять интоксикацию. Ага, снять интоксикацию. Снять интоксикацию могут, ну это понятно же, да. Понятно, да. Интоксикация в течение 7 дней снимается, все, и человек уже нормально. То есть, у него с ним интоксикация? Ну да, мы еще боялись, как бы у него уже 2 инфаркта было, и как бы у него стенты стоят, а он сам-то не ходит по врачам, ну как обычно все мужчины. Есть, конечно, которые заботятся о себе. Да, разные. А я так как медсестра, вот ему было плохо при осмотре, я вовремя обратилась к терапевту, мы сделали ЭКГ, у него обнаружили инфаркт, мы его госпитализировали. Вот я приезжаю просто в тот момент, когда именно вот нужна моя помощь, так получается. Я понял, я понял вас, да, то есть при всем выборе врачей, куда вы можете обратиться, включаясь и кардиолога в том числе, да, значит поскольку... Интоксикацию не снимают кардиологи. Вы, я понимаю, вы решили, значит, заняться его оздоровлением по линии наркологии, потому что у него была интоксикация, все понятно. Теперь еще один вопрос, вы пояснили, что, значит, у него нервная работа, кем работает ваш врач? Он работает на... Ну, кем, кем, не надо брату обращаться. Кем в горах? Он в горах, у него есть транспорт, и он в горах там что-то перевозит и под землю завозит людей. Под землю завозит людей? Да. Он водитель? Водитель, да. Тяжелой техники. Тяжелой техники. А что делать на работе водителя, объясните? Ну, смотрите, если он должен передвигаться с каким-то инструментарием в горы, может быть обледенение горы, скользко, то есть, да, или дождь, плохая видимость, или вот во время зимы заносы снежные. Сначала он едет, расчищает дорогу, потом... Нет, а в июле нет. В июле нет. В вашей честь, я возражаю. Почему? По поводу интоксикации. При поступлении интоксикации обнаружено небо. Пожалуйста, комментировать слова свидетеля. Я предоставлю вам возможность сделать свои выводы. Присядьте. Присядьте. Это ваш свидетель, что свидетель показал, вы настаивали, я его благотворил. Пожалуйста, отдыхайте. Сейчас время запросов, если у вас есть какие-то вопросы, я предоставлю вам возможность, не надо комментировать слова. Это ваше мнение. По интоксикации. У нас человек, как я, с медицинским образованием. Понятно. Значит, в июле месяце никакого напряженности в работе не могло быть. Ну, нет, наверное. Но единственное, что у них не дают запчастей, это я знаю со слов жены, и где-то приходится изыскивать. И вот, может, по этому поводу нервные такие состояния, что где запчасти взять, если денег нет, производство не выделяет, а отремонтировать технику надо в определенный срок. Зачем? Не выделяют технику наемную, зачем ремонтировать? Ну, мужчины, они, знаете, как хотят, чтобы транспорт был в рабочем состоянии, поэтому... Прям мужчины хотят. Вот у меня тоже машина не едет, я нервничаю. Это ваша машина. Да. Ну, это что-то, чтобы тратить деньги личные, бюджетные. Ну, да. А тут что на работе? Не выделили запчасти, да и, господи, не было проблемой. Ну, может быть, и да. Ясно, понятно. У присоедателя отличие вопросов будет. Скажите, Велик, пожалуйста. Вы понимаете, что нахождение на учете у нарколога, это является искредитирующим фактором? Конечно. Но мы не знали, что его на учет поставили. Как вы не знали? Вы, врачи, не знали, что, обращаясь к наркологу, поставят на учет? Я не знала. Вы не знали? Нет. И нам врач не озвучил это. То есть, мы когда получали направление, он сказал, ну, хорошо, дал направление. Мы даже его не прочитали. Вот в чем дело. Просто. Вы не прочитали. Я возражаю. На учет была незаконная постановка. Нарушено добровольное согласие. Вы это написали в иске, мы это обсуждаем. Обсуждать нечего. Конечно, нечего. Конечно, лучше. Присядьте, пожалуйста. Продолжайте. Он не состоял на учете. Вот если вы про это, он на учете не состоял. Это единственный раз, когда ко мне обратилась вот его жена. И как бы, ну, нигде он замечен не был. И на учете он нигде не состоял. Я про это. Видите, последствия какие? Вот это все нахождения вы на учет. Ну, я не знала, что его поставили на учет. Хорошо. После возвращения из лечения вы интересовались? Я врачу даже звонила. Он сказал, мы по электронной почте отправим выписной эпикрис. В руки нам его не отдали. И что там написано, мы не знали. То есть, я не знал. Мы не знали. Мы не видели этих документов. В руки он не отдал, хотя я опросила. При выписке, чтобы он выдал нам этот документ. И только лечение вам не известно? Ничего не известно. И я потом приходила. Я приехала на очередные выходные. Я пришла к доктору Попову. Сказала, вам по электронным должны прислать в эпикрис. Что там, какое лечение проходило. Что нужно назначить. Как вообще, что установлено. А он сказал, ничего не получал. Никаких документов с МОНДА. И ничего не знает об этом. То есть, вы потом самостоятельно и не пытались установить? В общем, этот процесс делится уже сколько? Нет, я ничего. Вы приходите к суду или о своей защите? Я ничего не знаю больше об этом. Там ничего не приходило. Никаких писем. Ни ему, ни мне. И я приходила же к доктору сразу. Вот когда его выписали. Выписала. Зачем он приходил? Ну, посмотреть выписку с больницы. Что ему написали. Чем его лечили. Странно. Вы не смотрели направление. Вы решили посмотреть выписку. Да. Но обычно же, я же как бы не врач. Мне интересно было, что врачи заключение какого поставили. Вы не врач. Однако оспаривайте выводы врача о наличии каких-то признаков. Вы не врач, поэтому решили ознакомиться с любописом. Вы не врач, поэтому не прочитали направление на госпитализацию. Понятно. Вопросы у меня. Скажите, а вы не обращались больше к врачу-наркологу с целью получения каких-то лекарственных препаратов для вашего врача? Я приходила, вот когда второй раз про, как сказать, по выписке уточнять, пришел документ или нет. И спросила, какое-то дальнейшее лечение можно назначить или нет. Ну, если он там лежал, врач что-то назначил. Он, говорит, обычно назначает вот то-то, то-то. И он выписал, по-моему, рецепт на эти препараты. И на эти рецепты я отнесла жене. Она сказала, что он все равно ничего пить не будет, потому что ему нет необходимости. Но рецепт она забрала от препаратов. И, наверное, странно. Вот вы же брат, ваш любимый, дорогой, единственный человек. Вы идете в поликлинику и врачу говорите, что он ядом употреблял алкоголь в течение месяца будет заполен. Потом, зная о том, что вы, значит, придумали эту версию, потом вы интересуетесь, какие препараты нужны для лечения, придуманного на диагнозе. Вам врач говорит, нужно принимать вот какие-то препараты, выписывать рецепт. И вы знаете, что нет у вас этого заболевания, по нашим словам, да, что это все надумано. Вы несете этот препарат. Не препарат, а рецепт. Рецепт. Несете этот рецепт, джинни. Да, да. Селью, так сказать, на, вот пусть он употребляет. Это похоже на какую-то историю детективу. Ну, да. Прошите вопрос. Ну, просто бесплатное направление не давали, если бы мы не указали, что месяц... Ну, ваше обладает инфаркт и все, что хочешь. Конечно, надо обязательно ложиться на экологический диспансер. Это логично, я вас понимаю. Прошу ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу препарата, который вы по рецепту выписали. Вы название препарата помните? Нет, конечно. И зачем мне запоминать это? А вам действительно получил препарат, который сам Малакия еще ходил, да? Я не знаю. Я же жене отдала рецепты. А вам действительно, почему вы мне по рецепту выписали? Почему не какое-то вообще доступное лекарство? Ну, вообще-то по рецепту выписывают любые препараты. Мне вот от давления выписывают по рецепту врач. Какие же можно прицепить рецепты, какие-то выпеки? Можно антибиотики, тоже по рецепту только выдают. Да, потому что это ограниченные обороты, тихо, выпекают. Да, тут я не знаю, почему. Он сказал, нужный рецепт, доктор. Ну, нужно, так нужно. Вам здесь есть препараты, который препарат медицинский употреблялся? Я не знаю, я не спрашиваю. Тут вы не знаете, хорошо. Вопросы больше нет по стране? Нет. Ну, что ж, мы осталось больше не задерживаем. Спасибо большое. Попов Валерий Алексеевич, психиатр-нарколог ГУБУС Лавазирской церкви. Настоящее судебное заседание, вы по ходатайству сторон, по большому счету, или только прокурорами? А, нет, прокурор, да. А приглашены в качестве свидетеля? Вы это понимаете? Да. Хорошо, в связи с этим по вопросу, скажите, Вячеслав Анатольевич Анатольевич вам известен? Ну, как, относительно, да, здесь. Я хочу спросить конкретнее, он не является вашим родственником? Нет. Не является. Все, поскольку он не является вашим родственником, и вы предназначены в настоящее судебное заседание в качестве свидетеля, я предупреждаю вас в уголовное ответственности за дачу возможных показаний, отказать нет. Ответственность вам понятна? Понятно. Сергей, пожалуйста, вот вы пояснили, что вам относительно известно на Анатольевичах. С какими обстоятельствами он вам известен? Он обратился не в он даже, а его родственница пришла и говорит, направьте его на лечение, он не может сам справиться с алкоголизацией. А вот его родственница, она поясняла, что именно, какие у него симптомы имеются? Ну, конечно, она все рассказывала, сколько он там, запой, запой был у него, там, сколько времени. Сейчас помните, можно назвать, сколько это было? Какие периоды называла его родственница? Я не знаю, ты не знаете, год назад было. Ну, в общем, больше двух-трех недель. Больше двух-трех недель. А как именно значит, что вам родственница? После этого ваши действия какие последовали? Я спросил, он добровольно собирается? Она говорит, добровольно. Ну, все, значит, напишу направление, наркологический респонсер в Нурманске. Направляю и... Направление вы выдавали Аллакичу? Нет, и его жене отдал, или родственница, я не знаю, кто там, сестра или жена. А сейчас Аллакич вообще приходил к вам? Нет, он пришел потом, потом. Даже после выписки она пришла, выписывала рецепт на поддерживающее лечение, которое там у него. Расскажите, вы понимали, что они посмотрят на учет у врача-нарколога Аллакича? На учет там, в выписке, в выписном инфекции написано, рекомендуется наблюдение нарколога в течение трех лет. Три года, если у него ремиссия, тогда мы его снимаем с учета. А до этого мы его ставим на группу диспансерного учета первую. Скажите, пожалуйста, вы пояснили, что приходила родственница за препарат? Да, за титураном. Титуран, а что за препарат это? Титуран, он вызывает отвращение к алкоголу. Ну, то есть он антагонист алкоголя. Если его убьешь и выпьешь алкоголь, будет очень плохо, нехорошо. А подскажите, родственница его поясняла? Для каких целей нужен препарат? Так там в эпикризе написано поддерживающее лечение титуран в таком-то количестве. То есть полагаете, что в соответствии с... Да, я с этим выписывал. Значит, в активность его родственница. Да. Посмотрите, в дальнейшем у вас наблюдался Аллакичев? Нет, он больше не приходил. Приходил только после того, как ему пришло постановление, что его снимают. С учета, ну, при лишении прав его автомобильных. С нахождением в отчете врача к съемке алкоголя? Вот так, потом он приходил. Вам известно, проходил ли какое-либо дальнейшее лечение Аллакичев от алкоголя в зависимости? Да нет. В принципе, человек, если не употребляет алкоголь, он не нуждается в этом. Он титуран пропил, допустим, два месяца. Достаточно. Накопительная там получается доза, что если он употребит алкоголь, то ему будет довольно плохо. Даже говорят, что угрожает, но может наступить сердечная недостаточность и так далее. Спасибо. Спасибо, у меня вопрос, Боже. Я пока. Действительно, у больницы есть вопросы? Скажите, пожалуйста, свидетель, когда сестра обращалась к вам по поводу брата, вы не поинтересовались, что вы хотели встретиться с объектом? Ну, я предложил, она говорит, он не хочет, он отказывается от этого. А как вы поняли, что тогда эта сестра ходатайствует за... Да, она приходит с документами, я выписываю направление. Если его не примут в этом наркологическом диспансере, что уже совсем другое дело. А так я по ихней просьбе должен выписать направление. Вы же больного не видели, как вы могли? Ну, не обязательно видеть-то, в общем-то. Ну, как? Если у него я у кого-то документы пришел к вам? Понятно, понятно. Но так не обращаются, в общем-то. Ну, тогда получается, а в арке человек прав, что не имело место быть добровольностью? Так она сказала, что он добровольно. Но она сказала. Я написал там добровольно. И там же читают, когда в наркологическом диспансере написано «добровольное». И он подписывает, что он добровольно согласен. А он подписывал? Должен подписывать там, в наркологическом диспансере. Первичное направление же зависит от вас? Да. Вам верят на слово на каждую букву? В общем-то, да. Верим. Ну, родственники приходят и говорят, что он не хочет приходить. Ну, подобные случаи в вашей практике единичные? Нет, ну, бывает, бывает, но не так часто, но бывает, что приходят и говорят, что я пытаюсь пригласить его на прием. Чаще они, конечно, приходят на прием. Ну, все-таки, как вы его врачи можете квалифицировать там на эту ситуацию, что имело место быть добровольного обращения? А Лакчеву лично? Нет, ну, как он? Ну, со слов его сестры. Но вы со слов тогда можете диагноз поставить? С чужицом? Ну, есть симптомы определенные, по которым можно поставить диагноз. Но вы же не видели пациента? Нет, я не видел. Кто не видел, то не видел. Нет, пап, нет. Какой вопрос был? На следующий момент. На следующий вопрос идут? Продолжение. Так, значит, Валерий Алексеевич, вы подтверждаете, что сестра, с ее слов были записаны месячные запои и так далее? Я потому что не мог сказать такого. Я каждый день на работе... Не надо комментировать, не надо комментировать. Подтверждайте, да? Ну, она мне сказала, я написал так и написал в направлении. Хорошо. При организации динамического наблюдения была ли какая-то создана медицинская комиссия в составе нескольких врачей? Нет, комиссия из наркологического диспансера направляет, а я уже решаю сам. Я понял, на месте комиссии не было? Нет, на месте нет комиссии. Когда вы организовали динамическое наблюдение, оно подразумевалось с наблюдаемым взаимодействием? Да, естественно, что вы должны были явиться. Вас же предупредили, написано, что предупредил. Вы каким-то образом оповестили, что организуется динамическое наблюдение, там явиться, не явиться? Ну, как я сказал, сестра я сказала, что надо явиться ко мне. Ну, эпигриза еще не было в то время. Какое-то, может, письменное, там, видом почта или телефонный звонок не было, да? Нет, ну, пришел эпигриза и я потом был. Ну, понятно, вам пришел эпигриза. Да. Ваши действия, вы оповестили наблюдаемого? Что на вас пришел эпигриза, мы там организуем динамическое наблюдение. Не оповестили? Да, мы не оповестили. У меня раньше фельдшер занимался этим, но его сейчас не было. А вы знали, что при организации динамического наблюдения с наблюдаемого берется формулярия, специальный бланк? Я такой-то, такой-то добровольно соглашаюсь на динамическое наблюдение. И ставится подпись наблюдаемого, и, значит, потом, после этого организуется наблюдение. Знали об этом? Не такой непроводимый. Не проводимый. Бланки есть такие, добровольные. Значит, в каких случаях не требуется согласие наблюдаемого, вы знаете? Ну, знаю, когда угроза жизни. Инфекционные болезни, тяжелые психические болезни. Не надо причитать. Давайте вам нужно. То есть, этих не было? Не было. Болезней? Не было. Понятно. Так. После того, как я был на приеме у вас и вам сказал, что это все добровольного согласия не было, вы не приняли это все к своему, чтобы исправить ошибки? Ну, пытался я принять, но вы же пришли, когда только один раз, два раза пришли ко мне. Все. Ну, два раза. Ясно. Сейчас вы, какое ваше мнение? Так, знаете... Считаете ли вы нужным, чтобы меня лечить? Нет, лечение вы, вы только наблюдение, наблюдение. Наблюдение. Да, наблюдение. Должны являться в течение трех лет, каждый месяц ко мне. В течение месяца? И потом я там требую, например, через полгода с места работы характеристика. Были прогулы, не было прогулы. Без добровольного согласия наблюдения? Без. Да. А вы с вами знакомы, значит, распоряжение 10-34 Минздрава? Приказ? Да. Знаком? Вы понимаете, что нахождение в МОНД и динамическое наблюдение – это разные медицинские вмешательства. На каждое требуется добровольное согласие. Значит, наблюдение. Не знаю, раньше не требовалось этого согласия. Раньше не требовалось, да. Когда был 407 приказ. Да, утратили силу, в Минздраве с СССР были. Теперь, согласно 10-34 распоряжение, требуется добровольное согласие. Как? На нахождение... Понятно, понятно, понятно. То есть, вы осознаете, что... Да, есть нарушение. Есть нарушение, понятно. В принципе, у меня... Так, а вы понимаете, что у меня месячные запои невозможны, в связи с тем, что я ежедневно прохожу прогрессовые... Я понимаю, понимаю. Может, это был в отпуск ваш, или что такое. Если она так мне говорит, что... Нет, я больничный брал же. У меня больничный официально оформленный был. Я его на работу сдал потом. Но это когда вы лежали в диспансере? В рабочее время, да. Ну, это там вы должны выдать вам. Я ежедневно прохожу... Понятно. Тем не менее. Значит, на каком основании диагноз вы установили в 10-2? Психические, поединческие расстройства в результате употребления алкоголя... А какие там... На каком основании? На основании ее слов. На основании ее слов. Так, понятно. Ясно. Так, у меня больше вопросов сидеть не будет. Такой работа? Нет, пожалуйста. Ну, по сути, я... Каратный лет с 5 лет. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Валерий Алексеевич, после того, когда вы выставили диагноз со слов родственницы, то есть сестры... Да. Вы, получив эпиквис записной из больницы, диагнозы разлились? Нет. Не разлились. Соответственно, было так же. Хорошо. Я правильно вас понимаю, что целью вашего, значит, действия было направление гражданина по, скажем так, тем симптомам, которые сообщила ваша сестра? Да. А, выдавав этот диагноз, вы понимаете, что в больнице врачи проведут самостоятельное анемис и исследование? Да, конечно, они сами проводят, комиссия заседает. Комиссия заседает. ВК они проводят, и вот это устанавливается уже диагноз полностью, в котором писалось, что нужно динамическое наблюдение. Понятно. Хорошо. Ну что ж, если участников нет, больше вопросов, посредители не задерживаем, да? Все, скоро пускаем, да? Очень приятно. Ну что, спасибо большое. Вы правильный лиц. Слава не желает, чтобы я из дела относил что-нибудь более детальное. У меня вопрос. А вот. По поводу, мне так и не удалось истребовать медицинскую карту, есть только титульная листь. Медицинская карта чего? В Заводистской СРМ? Она в таком виде есть. Это все, что есть. Больше ничего там в записи, наблюдениях. Больше ничего нет. Кроме пиклиза нет. Все, вы видите, у меня точно правильно. Не соответствует все, да. Ну, такая медицинская карта. Она просто так наполнена, насколько я понимаю. Понятно. То есть ни каких там записей нет. Не велось. А у меня же другой идет. Итак, вопрос участника процесса. Есть ли желание, чтобы я из материала дела более детально что-либо огласил? Не имеется. У вас имеется? Вроде детально. Не имеется. Вот он остается на обсуждении участников процесса вопроса о назначении по делу за предыдущей экспертизы. От первоначального института по делу, вам слово. Есть ли какие-то предложения? Какой орган? И какие вопросы? Возможно, значит, поставить перед экспертный вопрос о наличии у аллажащего заболевания с указанием диагноза и также о необходимости его лечения в связи с наимечественными заболеваниями. Понятная позиция. Ровно, куда назначить экспертизу? Есть предложение? Продолжение. Продолжение. Продолжение следует... Отвечу к второму по делу. Поскольку мы, как я полагаю, что очень нашипали, ниточка, истина, что главный наш свидетел. Мы были очень популярны, это верят. Да. Я думаю, что, полагаю, что, наверное, в назначении независимой экспертизы уже необходимости нет. Нет необходимости. То есть у нас нет необходимости, и нет соответствующих вопросов. Да. Понятная позиция. Спасибо, присаживайтесь. Ну что ж, вам такое предложение, пожалуйста. У вас есть предложение по поводу вопросов, которые поставят на разрешение следует? Ну, если суд считает, возможно, экспертизу не проводить достаточно, то можно не проводить. Если считает нужно, то можно провести. Так вы оспариваете выводы врачей, которые поставили вам диагноз, пока вы находились на лечении? Конечно, оспариваю. Это будем проводить экспертизу или нет? Чтобы подтвердить? Подтвердить, а провернуть. Отповернуть. Вы же, наверное, когда вы в больницу, вы же там тоже ничего не поясняли, а молча лежали, правильно? Ничего не поясняли. Ничего не поясняли. В больнице они просто взяли вот направление, переписали чисто, добавили немножко. Добавили, это тоже прибыли, если сестра сказала. Тремор не ставим, что при поступлении его не было. Ну, понятно. Ну, вы видите, все, куда попало. Вот вы сейчас выяснили, что, значит, ваш диагноз поставила вам сестра. Правильно, сестра приехала в больницу и тоже добавила врачах что-то. Что нам добавили? При поступлении признаки добавили, которых не было. Которых нет. Конечно. Ну, откуда они это взяли? Это, видимо, если к ним поступают пациенты с такими признаками, то необходимо, значит, указывать. Соответственно, если к хирургу поступают. Куда попал, от того и лечат. Я понял. Попал к хирургу пациент, вот такой ключок, перед ногу, но других вариантов нет. Конечно. Такое бывает врачебные ошибки. Ошибка. Вот именно, что ошибка. Ошибка, которая... Либо зуб не тот выдернули, или еще. Ну, в любом случае, когда приходишь к зубову врачу, спрашивайте, спрашивайте. Давай, Николай. Ну, врач мог бы и со мной поговорить. Ну, вот пока я веду речь по запросу МПНД. Итак, вы настаиваете на поведении спрашивания? Для опровержения диагноза настаиваю. У вас какие-либо вопросы есть, или вы смотрите сюда? Ну, в общем-то, тут все предельно просто, если говорить за вопросы. Урлялся ли больным, допустим, нуждался ли в лечении, в настоящее время необходимое лечение, наблюдение. Ну, такие вопросы какие еще, от того как быть. Есть дополнения? Чтобы не затягивать тело, экспертиза, думаю, поставит точку в этом деле. Экспертиза поставит точку в этом деле? Ну, разумно. У вас есть какие-то предложения по поводу органов, куда назначить экспертизу? Ну, органы ближайшие, Манчегорские, они думают, что куда назначить. Ближайший образ, я объяснал по этому вопросу, экспертизу может произвести другой образ, независимый, не связанный с наркологией. Морганский обосновский нейрологический диспансер может произвести эту экспертизу. Он находится в обосновании, недалеко ехать, я так полагаю, что вам придется встречаться с экспертами. Это где я был? Нет, нет, говорю же нет, не связанный с наркологией. Мы были в наркологическом диспансере, а экспертизу может произвести в обосновании психоневрологический. А, психоневрологический? Возражение есть по поводу этого органа? А где он находится? Да там же в обосновании, я не знаю, где он находится, уточни, какой-то опис. Психоневрологический. А если в его компетенции? Ну, я объясню, я объяснял, у них есть свои наркологи. А в Манчегорске не имеют права? А в Манчегорске-то что у нас? У них тоже есть. У больницы? Ну, там врачи. Нет, у них нет лицензии на право на проведение. Надо же и лицензию иметь на проведение соответствующих экспертиз. Это же не так все просто. Психоневрологический. Хорошо, если потребуется. Да, ясно. Значит, вопросы рассмотрения следаевы возражают против новостков условных клинических специфер. Прокорок возражает? Не возражает. Не возражает. Ну что, уважаемые участники процесса, в суде говорится еще только о том, что вы вынесли определение. Я так полагаю, что не будет определение. Ждите все уже по почте, потому что, ну что ж, сухой текст. Вопросы есть? Не имеется в виду. Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...